всем привет я наташа вы на моем канале и сегодня видео давайте поговорим о черных точек как же нам с ними бороться что сделать так чтобы их больше никогда не было на лице на самом деле все вот эти заголовки о том что навсегда избавим вас от нежелательных волос навсегда избавим вас от прыщей навсегда избавим вас от чего-то там навсегда работает наверное только зубами только зубы можно удалить навсегда это была шутка а на самом деле наш организм это постоянно изменяющаяся среда то есть у нас постоянно происходят какие-то стрессы у нас постоянно могут скакать гормоны у нас могут быть какие-то обстоятельства возникать в жизни и за счет этого но очень редко когда можно от чего-то что связано особенно с таким большим органом как кожей сказать что мы можем от него избавиться навсегда однако конечно же необходимо все равно поддерживать кожу в хорошем состоянии как мы это можем сделать ну в первую очередь давайте поговорим о том что нужно делать вне зависимости образовалась у вас уже проблема либо нет и периодами она бывает то есть мы всегда не трогаем лицо руками это первое и это касается не только на самом деле лица это касается допустим наших смартфонов то есть мы постоянно когда разговариваем по телефону то есть экрана мы соприкасаемся с определенной поверхностью кожи кстати у некоторых в этих местах есть высыпание почему потому что конечно же ухаживаем мы как за лицом мы его умываем наносим все необходимое на лицо а потом в течение дня мы как бы в лучшем случае не трогаем лицо руками но мы трогаем это телефоном поэтому периодами хорошо бы еще и протирать поверхность телефона то есть стекло необходимо протирать дезинфицирующими салфетками это же проблема может быть и с волосами когда у нас волосы соприкасаются с лицом а волосы особенно если мы их не моем каждый день на них тоже скапливается ну вся пыль которая оседает потом у нас могут быть стайлинги которые тоже к себе как магнитом притягивают все из окружающей среды и конечно же за счет этого тоже могут возникать высыпания что еще может у нас провоцировать у нас может провоцировать очень даже если мы не домываем кожу лица ну то есть если мы допустим не используем 200 ступенчатую систему умывания я очень ее поддерживаю это когда первая ступень это когда мы умываем чем-нибудь гидрофильным гидрофильным маслом гидрофильным бальзамом а после этого уже умываем каким-нибудь гелем либо пенкой для умывания таким образом мы и смываем остатки гидрофильного бальзама и соответственно очищаем кожу лица но если мы постоянно и пересушиваем кожу лица то эффект будет тот же самый то есть у нас все равно будут наши клетки провоцировать большее количество они начнут защищаться защитная реакция после того как мы пересушили кожу это конечно же что ой кожа сухая нам надо туда добавить как можно больше увлажнения а каким образом наша кожа увлажняет она вырабатывает себум и этот себум соответственно начинает нам забивать поры также комитогенная косметика тоже она тоже может забивать нам поры у меня допустим с этим очень большая проблема очень большой спектр косметики которые я я имею ввиду и уходовую косметику и декоративную я не могу использовать только потому что она мне забивает поры это тоже у нас есть то есть у нас очень большой спектр того что может привести к этой проблеме давайте начнем с умывания я проговорила что это двухступенчатая система умывания какие же умывалки мы используем снятие макияжа это гидрофильные бальзамы я советую все что с нейтральным ph мне в свое время это очень советовал дерматолог и соответственно до сих пор я придерживаюсь этой этому правилу нейтральный ph обычно производители пишут это не только там какие-нибудь корейские у нас тоже есть очень много производителей у которых нейтральный ph вот здесь сейчас вот вам покажу парочку примеров которые я использовала поэтому очень даже неплохо будет очищать кожу лица и так следующее пилинги и скрабы используемый либо не используем во первых хочу отметить что я использовала в свое время и пилинги которые имеют точнее скрабы которые имеют абразивные частицы сейчас у меня в арсенале один и соответственно кислотные разные и я не очень поддерживаю вот эти все кислотные пилинги коту у которых очень большая концентрация кислоты и которые ну грубо говоря после них лицо на остается еще там на полчаса красная либо после которых очень сильное шелушение и вот все в этом я даже против я даже против того чтобы пилинги делать у косметолога те которые вот прям чуть ли не верхний слой кожи снимают ну то есть как у которых потом очень долго идет шелушение и все я знаю что многие к этому прибегают я объясню свою позицию почему потому что таким образом кожа сразу получает очень большой стресс то есть до клетки начинают очень активно делиться да они обновляются ли да у всех этих пилингов у них есть хорошая после процедурная как бы последствия то есть кожа выглядит сияющей кожа будет ровная и все в таком духе однако этого же можно добиться конечно же дольше конечно же используя эти пилинги чаще дома но домашними пилингами то есть где концентрация кислот небольшая я таким образом допустим убрала свое все пост акне на щеках у меня там были очень большие прям кратеры и за счет этого я считаю что гораздо эффективнее просто и меньше стресса для кожи использование этого в домашних условиях следующее о чем мы поговорим это о кислотах кислотах в уходе если я использую азолеиновую кислоту очень хорошая это она используется при лечении акне и она также очень хороша при собственно говоря черных точках я ее использую и как уход и как со средства нас о средствах поговорим чуть ниже но самая моя любимая это вот это вот от аравии отлично у них крем поэтому всем рекомендую он не щипит кожу не раздражает поэтому его используем первое это азолеиновая кислота отлично мне каждый раз язык как-то ломается как-то я пытаюсь сказать название это кислоты следующее следующее это конечно же салициловая но мы берем салициловую кислоту в без спиртовых растворах то есть не надо покупать аптечную вот эту вот салициловую кислоту там где она в спирте но нет вы этим просто сожжете себе кожу лица ну и это абсолютно не нужно салициловая сейчас кислота находится в очень многих я вот очень люблю вот этот тоник или тоннер от аравии тоже отличники его использую салициловую кислоту я использую только в тониках и только вечером потом наш пресловутый ретинол ретинол если это небольшая концентрация то он отлично будет в уходе он регулирует выработку сальных желез он также у него есть у единственного доказанная база по поводу того что он обладает антиэйдж эффектом то есть однозначно ретинол это хорошо в уходе но однако его нужно вводить постепенно не надо давать своей коже как бы сразу большой стресс мы выводим постепенно и конечно же лучше это все перенести в вечерний уход а сейчас давайте поговорим про наши со средства ну то есть когда у нас уже как бы черные точки на лице и нужно что-то срочно с ними делать какие из со средств у нас первое это конечно же сами по себе рассосать уже образовавшиеся черные точки очень сложно то есть скорее всего и придется все таки удалить что мы делаем либо это делаем дома либо у косметолога если есть такой выбор то однозначно косметолог то есть лучше сходить к специалисту сделать эту процедуру и уже потом своим уходом поддерживать ее максимально как бы до долгое время однако я знаю что многие делают это дома если дома то пожалуйста соблюдайте все таки все меры которые необходимы то есть это у нас обязательно должна быть чистая кожа лица обязательно чистые руки то есть это мы не делаем с ногтями потому что тогда вы будете оставлять просто-напросто при выдавливании будете оставлять следы на своей коже они будут превращаться в шрамы поэтому этого лучше избегать следующее из разряда из разряда со средств это все возможные маски глиняные маски дорогие маски от клейман глуол все что может предложить нам косметический рынок сейчас наверно этих масок от угрей черных точек и прыщей просто очень много надо конечно же иметь ввиду что это средство она не избавляет нас от черной точки она просто нивелирует ее то есть что делают все эти глиняные маски они не вытягивают каким-то образом черную точку у вас из пор они просто не могут это сделать потому что пора у нас выглядит вот так ну то есть никакое средство не может залезть вот так вот и все оттуда убрать и она что делает она просто осветляет вверх чуть-чуть очищая и осветляя вверх это вот все что мы можем добиться если необходимо быстро что-то предпринять и нет время идти на чистки конечно же это отличный вариант почему бы это не использовать следующее средство это всевозможные маски-пленки они есть и в пластырях когда вот на нос на подбородок леешь и вот очень сильно одираешь мое это стопроцентное нет я знаю что многие любят но я не вижу в этом как бы положительного эффекта ну то есть при отдирании во-первых травмируется кожа во вторых все что мы видим потом на пластыре это просто верхушечка от черной точки то есть все равно пора у нас еще забитая то есть это то же самое что использовать допустим глиняную маску либо какую-то хорошую маску с кислотами которая то же самое она просто уберет вот эту черную точку но пора все равно останется как и было у нас забитая поэтому для меня легче использовать что-то другое чем вот эти вот травмоопасные все пластыри или маски-пленки я маски-пленки вообще не понимаю а на сегодня это все спасибо что смотрели ухаживаем за лицом вводим кислоты не стараемся предотвращать попадания грязи на наше лицо через наши руки телефоны поэтому спасибо что смотрели подписывайтесь впереди нас еще ждет очень много интересного всем пока